На протяжении нескольких часов народные избранники, которые собрались в государственной резиденции Алла-Арча на очередном заседании парламента, не могли утвердить повестку дня. Складывалось такое ощущение, что группа депутатов атаковала микрофоны резиденции. Это было официальное обращение к Дегурку Кенешу. И раз уж мы собрались, давайте обсудим сначала эти проблемы, которые привели нас вообще к этой ситуации. Давайте решать проблемы. На заседании значились три вопроса. Первое – это принятие отставки генпрокурора от Курбека Джамшитова, принятие присяги новыми народными избранниками и рассмотрение избрания досрочно нового президента в январе следующего года. Алтымбек Сулайманов перед началом заседания предложил включить повестку четвертым пунктом вопрос об изменении выборного законодательства. Но нардепы поделились на два лагеря. Первые говорили, что нужно. Действовать в рамках Конституции, а другие поддерживали проведение референдума. Слова о референдуме хочу отметить. Не раз приводили нашу страну к политическим кризисам. И я боюсь, что подобные политические игры и в этот раз могут спровоцировать очередной виток кризиса. Слова о референдуме. Проголосовали 88 депутатов. Из них 73 за, а 15 были против. Таким образом, предложение было включено четвертым пунктом повестку дня заседания парламента. Так, первым делом новые нардепы принесли присягу перед своими коллегами, депутатами от фракции Республика Атадюр Стали, Акулу Бердеев и Арзбек Карыбеков. Слова о референдуме, депутатами от фракции Республики Атадюр Стали, Акулу Бердеев и Арзбек Карыбеков. Единогласно депутаты одобрили отставку генпрокурора от Курбека Джамшитова, который написал заявление по собственному желанию. После чего депутаты принялись за обсуждение закона проекта о снижении порогового балла до 3%, уменьшении избирательного залога и отмены формы 2. В частности, предлагается снизить избирательный барьер для прохождения политических партий в Джоурку-Кюнеш до 3%, снизить сумму избирательного залога до 1 миллиона сомов и отменить голосование по форме 2. Также сейчас Алла Карашев внес предложение о том, чтобы госслужащий в случае участия в выборах должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, а не возвращаться на своё место после выборов, если его партия не пройдёт. Некоторые нардепы заявили, что порог должен быть на уровне 5%, так как при 3% уровне ЖК могут пройти партии без идеологии. Я в целом поддерживаю концепцию и согласен с тем, что условия нужно сделать более либеральными. Но я считаю, что порог должен быть на уровне 4%. В концепцию законопроекта нужно внести нормы, чтобы не повторилась той ситуация, когда парламент почти полностью пошёл на выборы. Ушли все. Те, кто шёл от Беремдика или Мекином Кыргызстан. Надеются ещё остаться, что ли? Из 120 депутатов на выборы пошли 80 депутатов, чем и вызвали гнев народа. В итоге большинством голосов законопроект был одобрен в первом чтении, после чего нардепы на пост генерального прокурора одобрили кандидатуру Курманкула Зулушева и кандидатуру Телека Токтагазиева на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. И пожелали им успехов в работе, отметив, что на них возлагаются большие надежды.